Здравствуйте! Вы смотрите программу «Смыслица» – еженедельную разминку по русскому языку. Вчера я была в гостях у семьи сотрудника ГИБДД и услышала за ужином такую фразу «Ты по какому адресу сейчас проживаешь?» Я вздрогнула. В разговорной речи, в ситуации бытового общения, уместно спросить, где ты сейчас живешь. Потом хозяин дома стал рассказывать о своей работе. Представляешь, преступник путем отжатия двери проник в автомобиль и украл сумку. Все стало ясно. Мой знакомый говорит языком протоколов даже дома. Уже потом он признался, что старался при гостях говорить красиво, как ему казалось правильно. Ведь в документах так обычно и написано. Многие, кстати, так делают. Поэтому сегодня я расскажу о такой распространенной ошибке, как канцеляризм. Это слово или выражение официально-делового стиля, которое говорящий употребляет за пределами данного стиля, например, в разговорной речи или в газетной публикации. В официально-деловом стиле, например, в заявлениях, отчетах, рапортах, канцеляризмы являются стилевым стандартом. Ошибкой они становится только в тексте другого функционального стиля, например, разговорного или стиля массовой коммуникации. Постоянно использовать в речи канцеляризмы так же нелепо, как всюду ходить в деловом костюме и в спортзал, и на охоту, и на свидание, и в цирк. То, что хорошо в офисе, не годится за его пределами. К нашей речи это правило тоже относится. А может ли канцеляризм использоваться специально, то есть как прием? Конечно. Например, в художественной речи. Помните у Ильфа и Петрова? «Но ведь я же в порядке неимения жилплощади», – прошептал молодой человек. «Граждане». Здесь авторы используют канцеляризм для речевой характеристики персонажа и создания комического эффекта. Кстати, канцеляризмы так часто проникают в разговорную речь без какого-либо стилистического задания, что исследователи даже говорят о такой болезни языка, как канцеляризм. Узнаете этот характерный суффикс «ит» в названиях болезней? Цистит, бронхит и так далее. А есть ли лекарства? Конечно. Просто запомните, что в разговорной речи вместо «оказывать помощь» лучше сказать «помогать». Не проводить контроль, а контролировать. А слова с официальной деловой окраской, именуемой, надлежит, вышестоящие органы, выяснение условий оставьте для документов. В воспоминаниях Корнея Ивановича Чуковского есть замечательный эпизод. Помню, как смеялся Горький, когда бывший сенатор, почтенный старик, уверявший его, что умеет переводить из десяти языков, принес в издательство «Всемирная литература» такой перевод романтической сказки. За неимением «Красной розы» жизнь моя будет разбита. Горький указал ему на канцелярский оборот, сказал, что он неуместен в романтической сказке. Старик согласился и написал по-другому. Ввиду отсутствия «Красной розы» жизнь моя будет разбита, чем доказал полную свою непригодность для перевода романтических сказок. Помните о том, что образованного человека отличает умение переключать стилистические регистры. Используйте нужный стиль речи – деловой, разговорный, научный, художественный или публицистический – в нужной ситуации. И пусть наша речь будет безупречной. До встречи!